Готов. И как нам организоваться, чтобы повлиять какими-то своими мнениями, решениями на те действия государственных органов? Спасибо. Добрый день. Из негативных моментов понятно, что все это знают. Это вопрос ухудшения финансового положения россиян в целом, что, естественно, сказывается на просрочке по выполнению обязательств и так далее. И это вызов, который должны выдержать и финансовые организации в том числе. Это означает, что с клиентом надо работать более тщательно, отбирать его более тщательно и уделять действительно серьезное внимание, в том числе и маркетингу. Из положительных моментов это то, что спрос в нашем сегменте микрофинансовом вырос заметно, что позволяет с клиентом работать более агрессивно, отбирать более качественных заемщиков из той массы, которая приходит сейчас в микрофинансовую отрасль. И мы видим, что в целом оборот по рынку уже по отчетности в конце 2009-2014 года, не по 9 месяцев, а по году, показывает хороший рост портфеля. И у лидеров рынка это также совмещается с хорошей динамики по просрочке. То есть нет ощущения, что все ушли в какой-то штопор и не знают, что делать с проблемными клиентами. Вот у компаний, которые не справились с технологиями, не справились с маркетингом, мы видим как раз наоборот ситуацию гораздо худшую. То есть просрочка растет очень хорошими сильными темпами, что приводит к тому, что многие компании закрываются. То есть этот год это год вызова микрофинансовой отрасли, вызова технологического и вызова маркетингового. Не говоря про изменения от регулирования рынка, которые произошли за тот год, который произойдет в этом году. На самом деле, наверное, если ГТА чисто платежная отрасль внутри российской, то рублю, показали там все хорошо, то есть там все стремительно растет. Мы уже не первый раз видим, что платежный бизнес, в отличие от кредитного, например, он очень устойчив. Что случилось происходило в стране, люди все равно продолжают платить за телефон, продолжают платить за коммуналку, за пара есть, налоги, штабы, покупать флышки, играть в игрушки, можно даже еще больше. Поэтому в этом смысле все прекрасно и хорошо. Если поговорить о плохом, ну, из диалектических соображений, есть, конечно, две вещи. Первая – это то, что сильно просила капитализация компанию, почему-то об этом не было сказано. Ну, то есть в рублях она растет, а в доллар, естественно, капитализация просела, что для инвесторов достаточно плохо. И я бы, наверное, еще сказал, что, как и не парадоксально сразу сказалось, снижение вообще инвестиционного рейтинга России, потому что часть, большая часть больших корпоративных инвесторов, как бы, не нравятся проекты, они просто принципиально не инвестируют там BB+, или, я не знаю, здесь есть эксперты, что там сейчас у России, ну, что-то такое неприятное. Ну, и вторая, конечно, вторая зона, которая сильно пострадала в нашем бизнесе, это стима дорожных передвигов. Ну, это непонятное соображение, потому что это гастарбайтеры, это ориентация на валюту, это снижение там построек. И вот мы, к сожалению, мы просто еще с ними обсуждали текущую картину жизни, ну, понятно, что в отличие от, там, «Яндекс.Денег» или «Киви», скорее всего, «Лидер Контакт» и «Мистерин», они столкнулись с таким жестким вызовом, с которым надо как-то сражаться. Спасибо. Ну, я здесь представляю в данном случае, как бы, двойного участника Совет Гильдии Маркетологов и «Финансовый университет» при правительстве Российской Федерации. Хотела бы с точки зрения двух аспектов сказать. Ну, если говорить с точки зрения оценки гильдии маркетологов, крупнейшей организации, которая представляет маркетологов России, конечно, негатив в том, что и все мы прекрасно об этом знаем, снижение спроса любительского, да, оно очень сильно давит, соответственно, на рынок, и владежеспособность, и кредитование, и все эти аспекты, они так или иначе, так сказать, изменяют потребительское восприятие и все, как следствие, давит на наших главных игроков финансового рынка, что, в общем-то, по оценкам специалистов, экспертов, гильдии маркетологов, все-таки продлится не так долго. И я думаю, что вы слышали мнение экспертов, многие говорят о том, что сейчас выжидательная позиция рынка, и, скорее всего, все-таки мы увидим прогресс в развитии и уже видим оживление на потребительском рынке. С точки зрения второго моего, ну, так скажем, экспертного мнения, представляя заведующий кафедрой маркетин-кологистики финансового университета, который все-таки является кузницей финансовых кадров, рынок финансовых услуг, я могу сказать, вот мы сейчас очень часто видим первых лиц финансового рынка у себя в университете. Ну, вот буквально там недавно Тасунян выступал, он является научным руководителем одного из наших факультетов, Антон Сулуанов является деканом факультета нашего финансового и научным руководителем, выступал. Лейтмотив всех выступлений он такой? Так сказать, рынок, ну, в данном случае образовательных услуг и рынок труда, он сужается. Наши специалисты, к сожалению, востребованность их немножко сужается. Но, подчеркиваю, перспективность рынка, она существует, и она видится и министру нашему, и уважаемым представителям этого рынка, она видится все-таки во второй половине года. Вот я бы так сказала оптимистично, если это возможно в этой ситуации. Коллеги, а еще один такой блиц-вопрос. Давайте 15-й год возьмем в фокус и четкий вопрос по каждому из сегментов, которые вы представляете. Рост падения, если падение, то насколько, если рост, то насколько, или стабилизация и удержание на этом же уровне? Давайте попробуем поиграть цифрами. Ну, я уже сказала, на наш взгляд, стабилизация вот на существующей ситуации и все-таки постепенный рост со второй половины 2015 года. Ну, если брать потребительский рынок, то за более 5% он боится, что может быть. Ну, я думаю, что у нас процентов 40 будет, это такая пессимистичная цепь. Нет, обычно у нас 70 где-то будет, а мы всего 40. Всего 40. Микрофинансы? Микрофинансы скажут, что в силу достаточно серьезной зависимости от банковского кредитования сегмента, трудно предсказать рост рынка, поскольку нету источника займов, которые можно выдавать. А если с спонсированием все нормально, то есть банки будут чувствовать себя комфортно, то, думаю, что мы вырастем минимум на 30% в этом году. Соответственно, если с спонсированием будет плохо, то придется расти из прибыли, что, соответственно, очевидно, медленнее. Я затрудняюсь сказать, что представляет гильдия, какой отрасль, поскольку аналитики и режим менеджеры, они, в общем, работают практически во всех организациях. По банковской сфере могу сказать более откровенно, потому что, если вот будет такая достаточно спокойная обстановка, и учитывая, что сейчас планка для физлиц по системе страхования вкладов увеличилась в два раза, то, в принципе, ростом точно не будет. А в целом по рынку, я думаю, что, да, мы примерно находимся внизу, то есть, ну, и какой-то кризис он может быть. Ну, вот представьте, да, что-нибудь опять, как-нибудь заварушка начнется, и опять очень многие сегменты, да, ждут там, ну, 30-процентную потерь, например. Вот, но все равно вот сейчас низкая база, честно могу сказать. Если у кого-то есть желание начать новое дело, или, там, даже купить российские акции, ну, примерно об этом надо задумываться. Да, всегда интересно выступать после позитивного комментария коллеги. Знаете, я скажу... Об этом будет один у меня сегодня слайд. Вот, как к итогам прошлого года, рынок, например, кредитования с Апрайм, он просто пропал. Мы смотрели, перетекал, да, 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 он перетекли к коллегам из микрофинансов. На самом деле, не руда, потребности клиентов в кредитовании в заемных средствах не пропали, а просто кредитование в 99% банков закрыло. Хотя Сбер показывает, что кредитование уменьшилось на 3,8%, они считают в целом и ипотеку, и те кредиты, которые были обязаны, были выдать, просто одобрены, и сделку подтверждали риэлторы. Мой комментарий в цифрах будет очень простой. По итогам этого года мы увидим, что будут банки внимательнее расти по сегменту. Мы видим, что банки, работающие на рынке, например, клиентов в треме, или, там, ближе к Африю, они кредитуют и продолжают. Единственное, что у них увеличилось, это кредитование не массовое, это кредитование под залоги, с выездом, с оценкой залогов и так далее. Но кредитование жило. Если посмотреть на другие направления, я все-таки сторонник того, что банки будут внимательнее смотреть на комиссионный бизнес, и там нет идеального комиссионного продукта, какого-то философского камня, который можно найти, и на этом сразу зарабатывать, как на кредитовании. Я сторонник того, что самый главный комиссионный продукт – это хороший сервис. Но единственное, что банков, которые умеют упаковывать хороший сервис, комиссионный продукт, на рынке я знаю два, и они у меня в презентации тоже будут. Пресейл-презентации. Спасибо. Влад, может быть, у вас есть вопрос? Знаете, у меня вопрос к аудитории, для того, чтобы нам было интереснее здесь с вами общаться. Вы знаете, что вы думаете? Давайте, может быть, Ефтерина, спросим у кого-то из зала, пока мы совсем замерзли под кондиционером. Все-таки для вас, коллеги, мы здесь общаемся, коллеги с коллегами, для вас этот год с точки зрения маркетинга какие ожидания несет? Спасибо. У нас один микрофон мы будем передавать. Коллеги, кто у нас из Дала может честно рассказать, что такое 15-й год для вас? У вас есть представители микрофинансовых компаний, есть представители банков. Наверное, пока коллеги еще не готовы озвучивать. Дальше, пожалуйста. Я представляю дистанционное банковское обслуживание, и я бы хотела сказать, что для нас, наверное, кризиса не остается, потому что, когда на рынке все идет хорошо, люди больше следят за своими финансами, и у них есть средства на разные гаджеты, на интернеты мобильные и так далее, они начинают больше пользоваться дистанционным банковским обслуживанием. Когда на рынке кризис, то у людей, люди начинают считать деньги, и банки начинают считать деньги, и, соответственно, дистанционное банковское обслуживание – это наиболее дешевый канал как для банков, как и для клиентов, и он тоже замечательно себе живет и процветает. И, конечно же, на этом фоне меня весьма изумляют те банки, которые в этом году либо сократили, либо вовсе заморозили разработку своих каналов дистанционного банковского обслуживания. У нас все не так. Коллеги, давайте попробуем сфокусироваться на потребителе. Один главный тренд, главные изменения нашего потребителя за прошедший год – позитивное, негативное, все, что вы заметили. Вот прям самый акцент, на что вы хотите обратить внимание наше? Светлана, с вас? Спасибо. Мне кажется, избирательность. Вот уже коллега говорил о необходимости банкам сегментировать, да, более четко. Вот это нужно усиливать, да. Вот это прекрасный, на самом деле, вопрос. Но как-то он слегка заставал врасплох, честно говоря. Вы же больше и сильнее всех растете. Вы знаете, наверное, пользователь становится, как это сказать, sophisticated, более таким изощренным, причем он становится очень быстро. То есть… У вас есть ли какая возрастная категория? Вот вы знаете, удивительно, что любой. То есть, начиная с молодежи, то более просто… Вот, кстати, вот про это я могу сказать довольно интересно. Это, может быть, не главный ответ на вопрос. Но понятно, что у нас, как в таком инновационном когда-то сегменте всегда были очень большие индексы такие джинни, да, то есть у нас сначала всегда было больше мальчиков, чем девочек гораздо, или было больше людей в этом самом квартиле, там, 20-40. А сейчас мы видим, что у нас стремительно патерпользователь начинает приходить к патерному обществу, то есть, грубо говоря, гендерное соотношение сейчас практически один к одному, возрастное соответственно и так далее. То есть, скорее всего, мы как раз выходим на такой… Мы становимся не бизнесом для какого-то слоя, мы становимся массовым. И вот это, наверное, как раз, может быть, да, говорит о том, что рядовые пользователи, ну, вот, не компьютерщики, там, не гики, там, никто, они все более-более уверены начинают путь с всякими, там, инструментами достаточно продвинутыми, всякими, там, автоплатежами, двухактовыми аутентификацией, соответственно, и так далее, и тому подобное. То есть, все это вот больше входит в обычную жизнь. То есть, помимо издательности еще продвинулась? Ну, растет продвинутая жизнь, да, ну, грубо говоря, как мы сейчас на дороге видим, что как раз все больше и больше ты можешь за рулем машины увидеть там даму, соответственно, даму, которая… Причем за рулем. За рулем, да, даму там лет 70, который еще говорит по телефону с внуками, вот, так и в нашем бизнесе мы все больше и больше видим таких дам. Немножко сложнее говорить про потребителя и его изменения, поскольку микрофинансовая отрасль, если говорить про массовый сегмент, это сопрайм-сегмент, это люди не настолько продвинутые, как пользователи электронных денег, большей частью. Но, тем не менее, тоже заметно, что люди становятся грамотнее, просто темп изменения грамотности аудитории микрофинансовой отрасль, она немножко медленнее происходит, чем в других финансовых секторах. Но, тем не менее, это… Чего? Это то, что в этом году вступает в силу действия закона банкротства физических лиц, и люди в какой-то степени, ну, ожидая некого всплеска, ну, какой-то разгильдяйства, совершенно верно, по отношению к своим долгам, и это, в первую очередь, скажется именно сопрайм-сегменте. Я бы, наверное, вот что хотел отметить, что бросилось в глаза в прошлом году. Я вот помню, в 90-е годы были там МММ, хоперинвесты и все такое. Так вот, а после этого как-то вроде успокоилось, ну, зарплаты вроде росли, там, отцовесли, еще что-то. Как-то это вот отрасли ушли. Что оказалось? Вот достаточно было тряхнуть экономику, и оказывается, что такой мотиватор, как жадность, она никуда не делась. Вот представьте, я вот часто хожу, ну, по-долгу, работы в мелких, средних банках бывают. Вот, там, наявр, типичный. Очереди гигантские. Почему? Потому что страх. Скоро все банки повалятся, доллар скоро будет сто. Потом успокоилась ситуация, очереди в отделении банков стали еще больше. А знаете почему? Потому что 20-е доходности, там, 21-22%, и люди несут эти депозиты. Вот эта жадность, она никуда не делась. Но надо тоже понимать, что вот эта вот склонность к зарабатыванию, да, она все-таки уменьшит количество населения нашей страны. Просто потому что мы с вами живем в Москве, мы видим самую активную часть. А вот если говорить про финансовую грамотность населения, я вот помню прекрасно, как начинали все вот такие большие брокераторы. А лор, открыть, на какой идее? На том, что вот сейчас там финансово активное население, там, менее 1%, а будет, как в Америке, 99%. Вот, мы вот в этот тренд вскочили, и 20 лет спокойно развиваемся. И действительно, развитие было. Однако, вот сейчас, до сих пор, все равно, в регионах усиление, и на этой группы застук упал. То есть, с одной стороны, это и ресурс, а с другой стороны, его очень трудно как-то привлечь. Вот это вторая особенность, которую, ну, это, правда, не за последние годы, да, но за последние годы вот этого ресурса, развития нашей отрасли, его просто стало не хватать. Я бы отметил результат прошлого года. Потребитель находится...